Всем привет! Меня зовут Алена, вы на моем канале. Если вы тут первый раз, то добро пожаловать с жене, то я безумно рада, что вы вернулись. И сегодня я вам хотела рассказать немножко о своем лете. И вы можете сказать, Алена, еще август, оно еще не закончилось. Или, Алена, Алена, что у тебя было в августе, о чем тут можно говорить, и так далее, и тому подобное. Но дело в том, что это лето и правда было капец каким непонятным, и стрессовым, и паническим. Я бы очень хотела сделать это видео менее, наверное, каким-то негативным, что ли. Не знаю, больше добавить какой-то улыбки этому времени. Я очень надеюсь, что у вас лето прошло хорошо, и, не знаю, вы его не провели только за учебой, или только за работой, например, если вы работали, а как-то смогли им насладиться, смогли его на самом деле почувствовать, потому что, как мне кажется, моего лета не было. И, честно вам признаюсь, то, что в последнее время я задумываюсь о том, то, что я очень хочу, чтобы лето уже закончилось, чтобы уже просто вот... Это, знаете, это как мучение. И я очень хочу, чтобы вот это вот все дело закончилось, потому что началось все с экзаменов к этому ужасному, сильному подготовлению к этим экзаменам. И это было очень тяжело морально и просто физически так же, что это не могло никак не повлиять, никак не сказаться. И после всех этих экзаменов, после всего этого стресса, когда мы уже узнали результаты, и вроде бы, почему бы немножко не успокоиться, так нет, нужно же уже волноваться насчет поступления, и весь мой июль прошел под полным волнением, что как, куда и зачем, каким образом. Столько вопросов, столько, столько вопросов было, на которые, как казалось, никто не мог дать ответ. И просто... Это был стресс, это был просто невероятный стресс. И я, честно, я не думала, что я могу столько выдержать. Честно, я даже не предполагала, и я не знаю, как это все мне удалось, честно. Я даже с собой немножко горжусь, несмотря на то, что вроде как на бюджет я не поступила. Но, тем не менее, я проделала действительно огромную работу, наверное, внутри себя, с тем, что я как-то с этим справилась. И сейчас наступила август, та пора, когда уже становится все равно, что ли. Но ты по-прежнему как-то не можешь наслаждаться этим летом, потому что ты так уже от него устал, у тебя так много от него эмоций, причем не самых лучших, к сожалению. И хоть на влогах я все равно стараюсь больше улыбаться, и как-то, не знаю, быть более позитивным человеком, что ли. Потому что все равно не хочется на вас ничего выгружать. Я хочу, чтобы вы знали то, что это лето не было таким простым, каким оно, возможно, могло показаться. И этим летом я не ставила особо себе никаких целей, наверное, кроме того, как поступить. Например, в прошлом году я очень много читала, я прочитала, наверное, более, не знаю, скольких книг, но более 20 точно я очень много на самом деле прочитала. И это было полнейшее наслаждение для меня. В этом же, этим же летом я просто, наверное, ничего не могла делать. Я не могла ни смотреть фильмы, сериалы, ни учить английский. Я не могла буквально ничего, я была так измотана. И я даже не знаю, почему я говорю в прошедшем времени, так как это, мне кажется, даже до сих пор продолжается. Я не знаю, что это и как от этого избавиться, если бы знала, потому что я бы уже давненько это сделала. И, знаете, хочу вам сказать, если вы, например, десятиклассник еще, или даже девятиклассник, то узнайте заранее, как это все делается при поступлении, чтобы потом так сильно не переживать. Серьезно, вот то, что я за это взялась только после экзаменов, начала узнавать, что нужно будет и так далее, это очень много мороки принесло в мою жизнь, очень много стресса, потому что мне приходилось все узнавать, и родители этого не делали. Поэтому узнавайте все новости заранее, все, что вам нужно, чтобы у вас все было хорошо, и сильно не волнуйтесь, десятиклассники, готовьтесь. Но не делайте, наверное, этого, как я. Наслаждайтесь жизнью в большей мере, так скажем, потому что я, несмотря на то, что я действительно училась, такое ощущение, что сейчас это не стоило того, что ли. Хотя, наверное, это не так, скорее всего. Все-таки многое не прошло зря, многое не пришло даром, и в моей голове действительно есть какая-то информация, которая мне обязательно поможет, но все эти усилия, которые я приложила для того, чтобы поступить на бюджет, к сожалению, провалились, но знаете, что мы будем делать? Мы пойдем дальше, несмотря ни на что. Спасибо всем вам, кто меня поддержал. Я, правда, безумно вам благодарна, и, возможно, на конец лета стоит что-то придумать, стоит что-то запланировать, и я даже не знаю, может быть, у вас есть какие-то идеи, что поделать, чтобы улучшить, исправить свое потерянное лето, и, не знаю, кроме сада огородов, в которые я могу приехать и собирать клубнику, у меня больше нет идей. Также еще одна такая маленькая новость, раз уж мы так заговорили, я тут пыталась, пыталась, ну, написать видео, которые я хочу снять, и на самом деле их собралось достаточно много, я даже удивлена была. И дело в том, что я сейчас вот перед этим видео, где-то, может быть, сейчас назад, сидела и думала, какое видео я сниму. И знаете, выбрала, как бы сразу выбрала, и такая начала писать. И понимаю, что не пишется. Я даже не знаю, что об этом сказать. И я не знаю, как бы, от чего вот такое взялось. Потому что, с одной стороны, у меня есть энергия для того, чтобы вот сейчас что-то делать, но вот у меня этой энергии, например, больше утром, а утром я не имею возможности снимать видео в этом месте. А мне оно очень-очень нравится. Я не знаю, как с этим быть на самом деле, потому что, видите, какое сейчас уже солнце, сейчас уже после полудня, и просто, когда тенеки радуются, когда солнышко, я немножко, ну, не грущу, но так, знаете. Мне не нравится просто этот цвет, он такой яркий, такой э. Я даже не знаю, зачем я вам это говорю, и я даже не знаю, насколько это видео будет вообще адекватным, полезным, и хоть что-то приносящим вам. Просто мне правда хотелось немножко просто поговорить. Просто рассказать, что происходит, просто рассказать, о чём я думаю. И, честно, я не знаю, интересно вам это или нет, и я буду очень рада, на самом деле, если да. Потому что во влогах я тоже очень странным образом начала очень мало говорить, знаете, да мне даже снимать как бы нечего, да, а поговорила бы Алена. Но, я не знаю, как-то не говорится немножко. Всё равно вот это подвешенное состояние, оно, наверное, повлияло как-то, потому что после этого всё становится немножко иначе. Наверное, я повзрослела, я думаю, за это лето. С этими со всеми переживаниями. Я не знаю, как я не посидела, если честно, ещё, но нервных клеток у меня точно поубавилось. И спасибо вам большое за то, что смотрите меня, за то, что подписываетесь на меня. Было, на самом деле, очень много людей ко мне в последнее время добавилось. Я даже думаю, возможно, стоит снять вопрос-ответ, чтобы новые люди меня узнали. Но вы также знаете то, что в инфобоксе всегда есть информация, о которой вы очень часто спрашиваете, поэтому обязательно заходите, не ленитесь, узнаете всё, что хотите. И всё. Увидимся с вами в следующем видео. Так что пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok